Доброго дня, мои многоуважаемые подписчики! Сегодня я бы хотел рассмотреть довольно интересную конструкцию. Появилось, конечно же, время, поэтому в целом хочу продемонстрировать. Позже уже будет тест-драйв такого усилителя. Изначально я забыл сказать, что рассмотрю сегодня конструкцию усилителя. Но сам по себе усилитель трудно назвать усилителем, поскольку в ней содержится всего один активный компонент в лице полевого транзистора серии RF640. Как вы уже догадались, это простой однотактный усилитель ZEN-класса или класса чистого класса А. Некоторые называют супер-классом А. Усилитель без деталей марка Хьюстона. В данном усилителе себя представляет типичный усилитель класса чистого класса А. А усилительным компонентом в котором является всего лишь один полевой транзистор. Как и в любом усилителе такого ранга присутствует переменный резистор для выставления, то есть выставления или по-иному, для настройки, давайте так назовём, нужного напряжения смещения на затворе полевого транзистора. По сути, вся настройка усилителя сводится к вращению вот этого резистора для того, чтобы найти оптимальное напряжение, при котором будет утилитель работать наилучшим образом. Этот резистор советую именно взять многооборотным для более лёгкой настройки. Я взял самый обыкновенный, поэтому настройка у меня длилась несколько часов. Это без преувеличения. В схеме усилитель вообще класса А, как мы знаем, имеет минимальное КПД, поэтому если вы хотите собрать этот усилитель, то должны учесть, что усилитель жрёт целых 80 Вт, взамен отдаёт 70-80 Вт, и взамен отдаёт всего лишь 5 Вт чистой синусоидальной мощности на нагрузку в 4 Ом. В схеме, как уже сказал, задействован ограничивающий резистор, который в этой схеме обязательно нужен для обеспечения рабочих циклов схемы. Как работает сама схема? При нижней полуволне, скажем, или верхней полуволне, когда усилитель, то есть усилительный элемент транзистор закрыт, через этот резистор протекает напряжение и заряжает электроэлектрический конденсатор. Таким образом, образуется верхний полупериод. При открывании полевого транзистора во время следующего полупериода конденсатор разряжается через открытый транзистор, образуя второй полупериод. Параллельно электролитическому конденсатору установлена шантирующая ёмкость в 10 мкФ, нужен для компенсации паразитных индуктивности этого конденсатора, электролита. Сопротивление динамической головки лучше взять побольше 4 Ом, ну, скажем, 6-8, поскольку чем выше головка, тем лучше работает, то есть тем качественнее звук, но, конечно же, мощность при этом падает. Львиная доля начальной мощности уходит на нагрев резистора RX. Его номинал в оригинале 15 Ом, но может отклониться в ту или иную сторону на целых 5 Ом. Это не критично. Следует учесть также немаловажный факт, что усилитель питается обязательно от стабилизированного источника напряжения, то есть вам нужно иметь чисто 24 В, скажем, ну, в общем, источник должен быть стабилизированным. Питается и от 12 до 28 В, я лично подавал, всё работает довольно-таки отлично. В этой точке мы получаем, при замере, скажем, мультиметром, должны получить 12 В, то есть половина питания на силовом выводе полевого транзистора. Входной конденсатор советую очень взять, те, которые в аудиоконденсаторе специализированное взять. Конденсатор с ёмкостью в 10 мкФ, плёночный на любое угодное напряжение, они меньше 63 В не бывают. Этот конденсатор полипропилен взять обязательно, ну, просто оптимальный вариант. Есть, конечно же, и другие разновидности, но обязательно советую именно такого типа. Что дальше у нас остаётся? Усилитель отлично работает от двух последовательно соединённых аккумуляторов от бесперебойника, то есть оптимальный вариант напряжения именно советую 24 В для того, чтобы получить чистых 5 В на выходе. КПД усилителя составляет не более 18-20%. Ну, со схемой, я думаю, закончили. Кстати, насчёт вот этого контура, то есть не контура, а конденсаторов, можно взять как ёмкость, скажем, 4700 мкФ и 10 мкФ плёнки, также и, скажем, поднять ёмкость электролита до 10 000 мкФ, взамен плёночный заменить, скажем, на 0,1 мкФ и так далее. Ну, со схемой, думаю, разобрались, поняли, как работает. Это, забыл сказать, ещё называют усилителями класса ZEN. Вот сама плата, плата собственной задумки. Два резистора основных, на которые рассеивается большая часть начальной энергии. Я взял с мощностью 20 Вт, 33 Ом, запараллельный, получил этим где-то 40 Вт с сопротивлением где-то 16 Ом. Вот мы видим основной 10 мкФ конденсатор и электролит, подключённый к нему параллельно. Но в моём случае ёмкость 5 мкФ, но это не мешает работе усилителя. Резистор, которым задаётся нужное напряжение смещения, на затворе полевого транзистора. Входной конденсатор у меня стоит самый обыкновенный, но выдрал из усилителя мощности, то есть он не очень уж обыкновенный. Полевой транзистор серии RF640, довольно мощный 9 А полевой транзистор, высоковольтный. Полевые транзисторы обязательно N-канальные, желательно именно взять высоковольтные, такие как RF630, 640, 830, 840, тоже 740, 730 и так далее. В общем, даже можно и RFP460, 260 из более мощных, но, думаю, смысла нет использовать более мощные, то есть 9 А и 10 А с успехом подходят. Так, что дальше остаётся? Насчёт этих резисторов, они будут очень-очень-очень жутко перегреваться. То есть при таком вот 40-ваттном резисторе палец можно без проблем обжечь, если усилитель работает на максимальной мощности, то есть на 5 Вт, да, мощность на выходе. Что остаётся дальше? Как уже сказал, перегревается в схеме львиная доля нагреву, то есть начальной энергии. Рассеивается в виде тепла на этих резисторах, где-то 65%, всё остальное на полевом транзисторе, то есть он тоже нуждается в довольно хорошем охлаждении. Лучше, если всё это дело будете собирать в корпусе, лучше, допустим, 2 канала или там 4 канала, очень желательно прицепить отдув схемы, но кулер должен работать по обратному принципу. То есть не отдувать, да, холодный воздух на схему, а выводить тёплый воздух из-под корпуса. Вообще насчёт качества звучания, тест-драйв мне, к сожалению, сегодня не удастся сделать, но обязательно я всем обещаю этот усилитель. Кстати, делаю я почти под заказ, то есть изначально для себя, потом буду продавать. Хотя монтаж всё-таки очень понравился, развёл плату сам, детали довольно трудно удалось купить. Вот конденсатор в частности, резисторы 20-ваттные у нас в довольно большом дефиците. Так, ну, вот такая платочка. Плата, кстати, разведена технологией, вы уже видели видеоролик с изготовлением такой платы. Вот такая интересная и довольно аккуратная плата получилась. Видим, что никаких сеточных эффектов нет. Был видеоролик, если кто не видел, то можете посмотреть. Новый метод сборки печатных плат в домашних условиях. Довольно хороший и принципиально простой метод, которым могут пользоваться все те, у кого нет доступа к луттехнологии или просто устали и хотите чего-то нового. Ну ладно, я много тут проболтал. В общем, всё это я собираюсь, вероятно, всё это оформлю в корпусе. И, конечно же, я буду продавать. Но, опять же, усилитель мне больно понравился своим, во-первых, звучанием. Это единственный, единственный, повторяю, усилитель, который при включении издаёт маленький шелчок, но позже вы не сможете услышать никакого, абсолютно никакого шума в самой головке. Почему это так? Поскольку усилитель, по сути, не работает без подачи звукового сигнала. То есть, рабочий цикл именно основан на том, чтобы на затворе полевого транзистора появился какой-то сигнал, и он открылся, то есть, закрылся, открылся и разрядил конденсатор через ключ. И поэтому вот на выходе не получается никакого сигнала, если на вход мы не подаём звуковой сигнал. Довольно интересный и очень хорошее преимущество. Некоторые даже, в некоторых даже буржуусских форумах наблюдал, что усилитель называют усилителем разряда high-end. Не знаю, насколько это так. Я вообще не имею на данный момент специализированного оборудования, чтобы выяснить конкретные коэффициенты нелинейных искажений при определённых частотах, понять, какую же долю процента составляют искажения, может, там побольше процента и так далее. Нет. Есть возможность, короче, только замер мощности схемы. Удалось снять именно с этой схемы где-то в 6,5-7 Ватт чистой мощности при питании 28 Вольт. На этом, друзья, думаю, всё. Вот схема, можете ознакомиться в интернете. Есть, кстати, будет приложен к этому видеоролику полный архив со схемой, с конкретной платой моего усилителя. Плату можете также увидеть. Кстати, как уже сказал, является собственной задумкой. Долго искал в интернете, не смог найти, и пришлось рисовать самому плату под свои нужды. Вот ещё раз схема. Компоненты будут обозначены в общей схеме, которая будет вложена в архив. На этом, думаю, всё. Максимально подробно всё, что имелось под рукой, про эту схему рассказал. Будет два канала. Если есть желающие купить такой усилитель для себя с блоком питания, с корпусом или без этого, прошу обратиться ко мне. Пишите просто мне на мыло, обсудим все подробности. На этом, думаю, друзья, всё. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Пока!